Компания по трудоустройству подростков в Нинецком округе набирает обороты. Так уже поступило и обработано порядка 1400 заявок от несовершеннолетних школьников, желающих провести лето с пользой, а заодно и заработать на карманные расходы. Сейчас потенциальные работники заключают срочные трудовые договоры и проходят обязательные медицинские осмотры. 14-летний Александр пришел сегодня в центр занятости вместе с братом. Школьник планирует подзаработать на карманные расходы. В улице чище делать, там мусор собирать. Родственники подростка поддерживают, ведь любой труд на пользу особенно оплачиваемый. Хотел устроить брата на работу, чтобы знал, чтобы гору чище сделать, чтобы понимал, чтобы в мошки нельзя кидать везде. Евгений студент в центр занятости пришел тоже в поисках работы на время каникул. Парень открыт для любых предложений, но, конечно, предпочтительнее найти что-то по профилю – программирование или IT-технологии. Чтобы чем-то быть занятым летом, я считаю, что порядка 20 тысяч, я думаю, это нормально, в принципе, для студента. Ну, потому что я сейчас обучаюсь в университете, и я приехал сюда на лето поработать. Ну, и если это будет как-то связано с моим профилем, то, я думаю, это будет наиболее хороший вариант. Среди организаций-работодателей в этом году лидируют индивидуальные предприниматели. По условиям контракта, те организации, которые трудоустраивают 10 и более подростков, получают от центра занятости авансирования в размере 95%. Остальным же компенсируются расходы по факту. Организаций, которые предоставят вакансии в этом году достаточно много, это, ну, в общем, это организация различных форм собственности и предпринимателей, и так далее. Но сейчас, на данный момент, пока лидируют, в общем-то, индивидуальные предприниматели, которые берут все максимальное количество подростков. Там есть организации, которые на весь летний период берут и по 90 человек, и по 100 человек, то есть они порционно, ежемесячно берут по 30, по 40 человек. То есть, в принципе, организаторов достаточно много, как в городе Наринмара, так и в поселке Искателей, и в Заполярном районе. Центр занятости населения предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства сотрудничество при трудоустройстве подростков в период летних каникул. Работодатель может заключить трудовой договор с подростком на срок не более одного месяца. Работодателям возместят понесенные расходы в размере 0,7 ставки на заработную плату сотрудника, неиспользованный отпуск при увольнении, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.